Добрый вечер! Программа новин региона у эфиры у студии Катярина Граднинская. Ветаю вас и сегодня в выпуску «Глядите». Незалежную проверку проведя прокуратура, свою отзнаку трагедии со школьниками дал прокурор в области Александр Чадзюк. Не обмежеваны в бизнесе, предпринимательство может быть безбарьерным, показали у Бобруйску. Цекавые и несумные, как выкладать докладные навуки лирично, у Могилев съехались физики и математики из Беларуси. Стан хлопчика, який потерпел после падения бетонной плиты в Могилеве, застаётся вельми тяжким, нестабильным, кажуть медики. Ему провели операцию, яка сягнулась до половы шостого ранецы. У Малога смогли спынить кровотек. Нагадаем, трагедия отбылась от 1 листопада. На закинутой будовле дома, недалёка от едновёзки Зелёный Гай, у километра от микрорайона с подорожник гуляли хлопчики. Что здарылся потом, не могут отказать пакуль. Докладно ни эксперты, ни следчая. Вядома, что дятей прытиснуло бетонной плитой перакрытия. Гэта в ушні 45-й Могилёвской школы 9-10 годов. Один помёр на месце, другий у тяжким станец находится у больницы. Заведено криминальное справа. Свою отзнаку с дарением нашим журналистам дал прокурор в области Александр Чадюк. Это пока начало расследования уголовного дела. Как будут квалифицироваться действия тех либо других физических, может быть, юридических лиц. Это будет известно уже по мере расследования уголовного дела. Прокурор в области отзначил, что по факте с дарением прокуратура проведет свою незалежную проверку и даст юридичную отзнаку, по словах правооховников, будовлю, на якой отбылась трагедия, спынили 7 годов тому. Яна была не огороджена и не была законсервована. Принято решение целенаправленно по ведомствам, по собственникам провести вот эти проверки и те дома, те сооружения, которые незаконсервированы, которые разрушаются, снести. Я думаю, что эта работа будет проведена все-таки на должном уровне. Наталья Ильинич, Юрий Ласов, Новина Региона. Керевника одного сельгазпродприемства у Черековского района обвинувачиваются у коррупции. Я ее подозрають украдежи майомости убынным помер и шляхом злоуживания службовыми полномодствами. Прокуратура в области расспрашала криминальную справу. По словах правооховников, керевник предприемства праца улыбковала своего мужа на посаду водителя. Той фактично не працевал, да и не мог это робить. Еще в 2005 году его позбавили водительских правов за администрационное правопорушение. А вот гроши у якости заробка ему наличивались. А таким чином за некольких год было присвоено 5,5 тысяч рублей незаконного заробку. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования войска Республики Беларусь по Могилевской области. По традиции, звернуться с питаниями до представников улады жихары в области смогут в субботу, 4 листопада. В Могилеве и Бабруйске и во всех райвыконкамах Могилевшины пройдуть промые телефонные линии. С 9 до 12 годин у Могилевским Абл-выконками промуют телефонную линию, проведе керауник с правами Рыгор Воронин. Если у вас есть вопросы по контролю за выполнением документов типа работы со зворотами граждан и юридичных особ, телефонуйте. Номер у Могилеве 50 18 69. У Могилевским Гар-выконками ваше телефонование будет примать первый наместник старшины Александр Потемкин. А у Бабруйску промуют телефонную линию, проведе Людмила Пагуда, керауник с правами Бабруйского Гар-выконками. Бизнес-семинар для людей с обмежованными махчимостями. У Бабруйску организовали тематичные тренинги и показали, что предпринимательство может быть безбарьерным. Какие тяжкости возникают у тех, кто створяет бизнес с нуля, расскажут корреспонденты. Таких, как Яуген Соловей, называют людьми с обмежованными махчимостями, а Ле безмежным оптимизмом. Йон индивидуальный предприниматель и супрационник белорусско-канадской компании. Займается распроцовкой интернет-сайтов. На рынке ценятся навыки в первую очередь. Если я могу приносить прибыль, то неважно, кто я. Инвалидность вообще роли не играет. Организаторы семинара под названием «Створи свой бизнес с нуля» объеднали больше за 20 человек с обмежованными махчимостями. На форуме потенциальным бизнесменам допомогли не только с рекомендациями по подпринимательстве, а Ле, как кажут, звали гостей с поспеховыми бизнесменами. Деловые люди с опытом подялились своими сократами поспеху. Существует альтернатива трудоустройству. Если есть какие-то проблемы в этом направлении, соответственно, человек может сам себя занять, найти себе дело по душе. Со своим опытом пришла на сустрышую Вольга Палашавец. Яна инвалид по зроку с детинства. Сегодня у столичной подпринимательницы – поспеховый бизнес у сферы модной спа-индустрии. На протяжении всей своей жизни я все время пытаюсь сломать стереотипы о том, что человек с инвалидностью в чем-то ограничен. На самом деле это далеко не так. Двухдзенный семинар проходил в формате развивающих тренингов. Тому, что дировать законодавчую базу было легкое и цикаво. Тем больше у гэтым допомагали эксперты и бизнес-гуру. Организаторы засталися упевненными. У людей с обмежованными махчимостями безмежные перспективы. Алена Кутузова, Димитрий Шауцов. Новины регионы с Бабруйска. Что год с середины Кастрышника до середины Листопада у Беларуси проходит месячник «Человек с белым кием». Его мероприемственно кераваны на то, как притягнуть увагу до людей с проблемами сроку, причем прозреальные справы. Например, вельми важно наладить процесс оказания допомоги, как он был комфортным. У Ленинским центры социального обслугования насельництва Могилева кажуть, что это реально. Александр працуе на предприемстве «Тэфлосслесарам» зрок сгубил у юнацте. Вельми складано было простасоваться до новых умов життя. Да и у больш сталым узрости, хапая проблем с адаптацией у громадстве. У центра социального обслугования Ленинского района Могилева працуе специалист, який готовый сопроводить неведущего человека для проведения административных процедур. Те, на текавое мероприемство. Наводо поможет одень не подобрать. С каждым человеком мы заключаем договоры и составляем план работы. То есть, ну, сегодня мы идем с ним туда-то, там, на следующей неделе мы с ним идем уже в поликлинику, потом в магазин мы с ним идем. Немаловажна для нас культурно-посудительская работа таких людей. Стараемся их вывести на концерты, чтобы они услышали какую-то новую музыку. Интересно, это набрать их жизнь, это набрать их общение, познакомить их с другими людьми. Гэтым разом Александр записан на прием по особистых пытаниях. Недавно Александр отрымал социальное жилье, али есть тяжкости с переселеннем. Пришел сегодня обратиться за помощью, чтобы мне помогли материально. Все очень дорого. И цены, и покушать, одеться, и что-то купить с мебели. На приеме мужчине подлумажили, что можно оформить допомогу. Единовременно помощь 110 бюджетов прожиточного минимума среднего на душу населения. Это на сегодняшний день 197 рублей 57 копеек умножаем на 10. То есть значительная сумма. Что касается разовой помощи средств фонда социальной защиты, то предел ее, который может на районном уровне оказать, это один бюджет. У Ленинским районе Могилева на улику каля 5 тысяч инвалидов. И кабьяны, как много меньше, чувствовали незручности в повседенном жизни. Работники центра имкнутся сделать больше комфортной системы обслуговывания. Алина Мельшанкова, Миколай Соболев, Новины региона. Подеи 100-годовой доунины узгадали в музее истории Могилева. Выкладчики университета областного центра, историки, представники ветеранских организаций разом с молодью разважали про факты Кастричницкой революции, что отбылась именно в Могилеве. Круглый стол ладился, как вольная размова. Были цікавые питания, обгрунтованные отказы и навод дебаты. Студентам Могилевских ВНУ цікавы исторические факты и меркование специалистов на конь того, что принесла нам революция. И они задавали питания и выказывали свои думки. У нас есть своя история. И даже если рассматривать с какой-то негативной стороны, это нужно знать. Этим нужно... ну не то, чтобы гордиться. Об этом нельзя забывать, так скажем. Оно было и было. Нам нужно сделать выводы, даже если были совершены какие-то ошибки, и идти дальше. Ровно сто год тому, 2-го листопада, советская улада пришла у Минск. А 8-го львов большевики заняли пазнее 20-го листопада, и они ликвидовали ставку верховного и головнокомандующего. С этого часа распочался адлик новой эпохи. Необходимо очень извешенно, продуманно и аргументированно рассказывать об этих событиях. Почему? Потому что очень много в последнее время имеется спекуляций, как известно, по тому, как интерпретируются различные события. Не приукрашивая то, что говорили 70 лет при советской власти, не очерняя в первую очередь, но говорить о событии, если ты историк и думающий историк, то говорить им и откровенно, и говорить им с фактами в руках. Теперь нема махчимости паразмавлять с ведовожцами тих падей. Все, что мы маем, это книги, подручники, речи, что заховываются у музейных фондах. И такие встречи, яны, дозволяются не забывать нашу историю. Алена Соловьева, Александр Тарасов, Новин Региона. Физики и математики из всей Беларуси приехали у Могилёву. Яны еще раз доказали, что могут быть лириками и умеют выкладать свои предметы несумно. Школьные наставники обмениваются в опытом работы и обмерковывают сперваход на профильное навучание. Кто ранится и пилка, вы поменяетеся местами. Знакомиты детящей гульней захопляются дорослые, а ле гэта майстер-класс. Менавито так, опытные наставники рекомендуют своим коллегам подчас уроков активизовать увагу детей. Всему научиться одному педагогу очень сложно. А когда мы начинаем общаться с другими людьми, принимать какие-то идеи, фишки, технологиями обмениваться, тогда, конечно, и образование становится с детьми работать гораздо интереснее. У Беларуси протягивается переход на профильное навучание для наставников-предметников, организованной и повышения квалификации, розные курсы, конференции. У додаток Могилёвский институт развития адукации у першиню вырышил организовать творшие каникулы. Здесь собираются учителя-профессионалы, и у каждого есть определённые свои наработки. И, естественно, обмениваясь этими наработками, мы обыгрышаем свой опыт. Чтобы реконструировать серьёзное наше образование, нужно принципиально поменять настрой и уклад самого общества. Чтобы мы превратились из общества потребителей, и общества понимание, что знания нужны. И физики и математики, что удельничают у фестиваля, менее уроки проведут потом у своих районах. А в наступном годе планируют организовать тренинги не только для наставников докладных навук. Татьяна Сергеичек, Виталь, Вопсю, Новины региона. Могилёв розны и часам невядомы в очи магараджан. Незвычайный погляд на город про субъектив непрофессионалов представила Могилёвская центральная библиотека. Зуделом у проекте «Арт-окно» вырешили поднимать молодых фотоаматеров. Творчий проект «Арт-окно» працует в Могилёве с 2013 года. И за этот час магилючане поспели побачить, каля 50 выставов. Селета у городских в окнах Могилёв и его талиновитые жихары. Селетние выставы в окнах библиотеки розны и все яны про Могилёв. Его цикавое минулое и перспективную будущую, присвеченное 750 годю города. Особливо цикавый лечусь профессионалы свежий погляд на город от молодых фотоаматеров. Бо на вздымках не только добра, ведомая Могилёвская местийная аллея, что есть и новая, варта и уваги. Фотографии запечатляют моменты людей. И когда мы фотографируем какой-то момент, он остается у нас в памяти. Я слишком рано выхожу на работу или на учебу. И иногда попадаются такие места, что хочется фотографировать. Открыл для себя место новое, раньше, как ты даже его не замечал. Дорожка от моста Пушкинского к бульвару Нехаленых. Для фото выставы у библиотеку дослали 70 работ. За их выбрали 22 наибольше текавые, на думку экспертов. Здесь есть как бы реминисценция. Фотография перекликается с крестным ходом Иисуса Христа на Голгофу. Вот этот вот ракурс такой, необычный совершенно. Облака красивые, закат солнца, вид какой-то друзей. Это есть наша жизнь. И вот запечатлеть момент нашей жизни – это наша задача. Чтобы потом можно было возвращаться, посмотреть, увидеть, вспомнить и получить положительные эмоции. У библиотеки лечусь. Здымка у Могилёва значительно больше, как и итальяновитых могилевчан. Тому на лето мяркують новый проект. Кристина Кранкевич, Миколай Соболёв, Новина Региона. Областным центры стартует республиканский открытый турнир по вольной борозьбе памяти гонорового Жихара Могилёва, герой Советского Союза Миколая Королёва. Гэта с поборництвы сбяруть у дельника у 41-й раз. Спортмены уже съезжаются. Гоноровое открытие турнира отбудется 3-го листопада у Доме спорту. Турнир шыкается, як за усёды, будет довольно простауничим. Плануется, что у делу им примуть больше за 100 борцов. Гэта молодые спортсмены из Беларуси, России, Молдовы и Украины. Хлопцы и девчаты будут взмагаться за звание майстров спорту. Закрытие турнира памяти Миколая Королёва отбудется 4-го листопада. На гэтом паколюсё я з вами развитвуюся. До сустрэши. Я ше больш новин на нашым сайтам.